Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас в Лакшери Хаус. Елена и Лариса вас тоже приветствуют. Традиционно примерки, которые я делаю в этом магазине, они очень просматриваемые, вызывают много комплиментов. Я очень рада за Елену и Ларису, их посылки. Посылки из Лакшери Хаус разлетаются по всему миру. Ну что ж, на мне брюки, на мне вот такая шелковая футболка. Я любитель таких шелковых футболок. Это, я надеюсь, не ошиблась, Фабиана Филиппина. Но девочки меня в комментариях поправят, если я все-таки ошиблась. И такие футболки очень сложно найти, очень сложно встретить. Они редко предлагаются, но прекрасно сочетаются со всем. Прекрасная альтернатива белой футболке, если мы говорим о летнем гардеробе. Но я их ношу с юбкой-карандаш, ношу их также с шортами. И шорты с подобной шелковой футболкой не выглядят слишком по-пляжному. Ну и вообще это такая хорошая база под пиджак, под жакет, под все что угодно. Вот так сделаны брюки, вот такая у них кулиска. Сейчас я заправлю. И на мой взгляд, образ будет смотреться несколько лучше. Мы всегда делаем примерку. Очень многие образы, они рождаются в моменте. Хотя Елена и Лариса всегда готовят для меня одежду заранее. Но вот бывает, что цвет не сочетается уже в примерке. Это видно, либо фактуры хочется поменять. И вот мы решаем уже в моменте, как быть, что показывать. Вот такой красивый образ сложился. Брюки широкие, со стрелками. Кожаный пиджак «Моя любовь» Фабиана Филиппи я уже выучила. И вот такая красивая блуза, блуза-футболка. Кожаный пиджак «Моя любовь» Фабиана Филиппи я уже выучила. Обычно образ, который мне очень нравится, я показываю дольше всего, потому что я снимаю его дольше всего в разных ракурсах. Так получилось этим образом. Он сто процентно мой, мне очень-очень понравилось сочетание цветов в этом образе, прекрасные фактуры, прекрасные составы тканей. Следующая куртка, это моя любовь. Казалось бы, очень сложная вещь, но на самом деле я вижу ее универсальной. Во-первых, из-за кулиски, которая очень красиво подчеркивает талию, и как раз-таки эта кулиска, она ложится и затягивается на самом узком месте, то есть таким образом садится куртка во время примерки. Плюс рукава, которые тоже затягиваются, имеют кулиску, резинку внутреннюю, их можно приподнять выше локтя, будет очень красиво, их можно опустить. На самом деле я вижу эту вещь мега универсальной. Посмотрите, как красиво смотрится с брюками палаццо, причем неожиданно, да, так смешались стили этих вещей. Брюки все-таки достаточно классические, куртка достаточно casual. Это, кстати, я сториз записываю, очень часто теперь включаю и вертикальную съемку. И очень красиво эта вещь смотрится с юбкой-карандаш, вообще с юбкой. Сейчас я примерю с другой юбкой, с юбкой из комплекта. И вот эта вещь, мимо которой я бы прошла, никогда бы не примерила, никогда бы не примерила, настолько она странная. Ткань странная, фасон странный, молния, не знаю, вот все-все необычно. Но при этом надеваешь и чувствуешь, что вещь стопроцентно твоя, при этом вживется в гардероб стопроцентно. Я так и не выпустила видео, но обязательно это сделаю в ближайшее время, но часто к этому видео я обращаюсь, цитирую его. Это было видео о вот таких необычных вещах, ярких вещах, которые удивительно, но очень быстро вписываются в любой гардероб. Ну что ж, эти же самые брюки и пулловер Фабиано Филиппи. Сейчас я покажу вам традиционную полоску, по которой можно отличить вещи Фабиано Филиппи. Если, допустим, вы на ком-то видите, то вы сможете сказать, да, это вещи Фабиано Филиппи. У Фабиано Филиппи есть вот такая традиционная, более узкая, более широкая металлизированная полоса деталь. Она также присутствует и на одежде. Ну что ж, этот же свитер и юбка от, получается, куртки, потому что это комплект. Я думаю, вы себе представить не можете, как это все вместе может носиться и сочетаться. Посмотрите, как красиво получилось. Вот я люблю такие образы, я люблю такие вещи, которые очень сложными кажутся, а надеваешь, и получается, что все здорово, все сочетается и очень и очень уместный образ. Здесь мы с Ларисой примеряли и мы бы, наверное, обувь поменяли, но у нас не было. У нас обычно Елена, насколько я поняла, главный ответственный за обувь, но Елена в шоурумах находится, заказывает новые коллекции, поэтому мы примерили вот так, чтобы был красивый силуэт. И, возможно, сюда бы я сама лично надела ботинки на шнуровке, но не очень грубые, чтобы все-таки образ был достаточно сбалансированным. Следующий образ, он был на витрине, брюки и свитер. Брюки очень необычные, и мы заправили их еще в ботинки. В таком образе мне очень комфортно, но я сама так редко одеваюсь. Сейчас я попробую свитер не заправлять, приподнять рукава. Мне кажется, что так даже более удачно. Но потом снова заправляю свитер, видите, как рождаются образы. Мы в итоге с Ларисой решили, что, наверное, все-таки именно этот свитер лучше с этими брюками, чтобы был заправлен. Вот так мне очень нравится. На мне ботинки Фабиано Филиппи и традиционная металлизированная деталь. Ботинки, кстати, очень интересно смотрятся. Они очень красиво в районе щиколотки заужаются. Нога не кажется, то есть не полнят щиколотку, как можно было бы сказать. Нога не кажется более толстой в этой части, наверное, в части щиколотки лодыжки. Свитер. И сейчас я надену сверху то, что и было в комплекте. А в комплекте было красивое бежевое пальто. Ну что ж, вот бежевое пальто и вот кепка. Это не кепь, это именно кепка. Помню очень хорошо кепка Максмара. Максмара традиционно предлагает такие городские варианты бейсболок. Тепло и красиво. И вот такое украшение появляется. Мне очень понравилось, что украшение было не на шнурках, а на такой трикотажной ленте. Я подобное еще не видела, не встречала. Ну что ж, вот такой образ сложился. Очень городской. И этот образ, мне кажется, тоже уже многие видели. Я выкладывала его в сюжет. А сюжет это не что иное, как сториз по-ютубовски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Елена и Лариса отслеживают комментарии и отвечают на все интересующие вас вопросы по цене и составам. Всем хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок